Всем привет! С вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Поступил такой вопрос, убираю ли я опилки с тропинок. С тропинок я опилки никогда не убираю, я их только досыпаю. Вот с осени они у меня были до краев, до бортов, до досок. Сейчас они вот маленечко утоптались, слежались. И к осени к следующей, если будет такая возможность, я их снова досыплю до краев. И мало того, что на этой тропинке опилки у меня, у меня еще с другой стороны опилки. И на улице за теплицей там тоже опилки насыпаны. Потому что корневая система винограда расходится в разные стороны. Ну и вот не мешает опилке прогреванию. Кроме того, у меня здесь, сейчас уже страшненький конечно, лежит картон. Под ним полиэтилен, его я тоже не убираю. Единственное, что я его заменю на чистенький. Сейчас пока некогда. Ну и вот винограду никак, никаким образом опилки не мешают просыпаться. Конечно не везде, в этом году просто неравномерно, очень весна такая неоднозначная. Холодно очень, не везде просыпается одинаково виноград. Вот где-то вообще еще даже никаких признаков жизни нету, может быть даже что-то с ним случилось, будет отрастать заново. Ну вот бывают такие вот зимы, весны, у нас такое вот рискованное земледелие, зона такая вот опасная. Но опилки я не убираю. Вот так домиком у меня, то есть вот укровной, потом пленочка вот так домиком. Стоит, ничего я не открываю на день, ничего я не закрываю. Теплица у меня тоже стоит закрытая, я на работе. Открываю ее только когда я здесь бываю. Очень как бы редко, два через два в общем открывается у меня теплица. Ну вот сейчас муж тоже стал иногда открывать теплицу. А так стоит ничего страшного, даже если закрытая. Да, очень жарко в теплице бывает, но опилки нам не мешают. Вообще обожаю опилки. Никакой азот они у меня не съедают. Сейчас будут писать мне, что они тут азот съедают. Ничего они не съедают. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok